Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на канале Денис Массажист. Сегодня мы разберем с вами упражнения, которые помогут вам при болях и при уменьшении подвижности ваших плечевых суставов. Эти упражнения можно выполнять при таких заболеваниях, как например, в плейлече лопаточный периартрит, при капсулите, при артрозах. Они хорошо помогут спортсменам после тяжелой тренировки, чтобы расслабить руки и плечи, но этот комплекс нельзя выполнять, если у вас острые боли и если вы растянули плечи, порвали индококсвязки или какие-то у вас отеки, воспаления, тогда нужно обязательно обращаться к специалисту, снимать острые проблемы, острые случаи и переходить к выполнению следующих упражнений. Переходим к первому упражнению. Все упражнения можно выполнять сидя. Представьте, что у меня болит правое плечо. В первом упражнении мы ложим руку от больного плеча на здоровое плечо и второй рукой давим на лопать вверх. Немножко давим. Почувствовали натяжение и напряжение. Держим так 5-7 секунд. После чего локтем больной руки давим вниз, а здоровой рукой удерживаем больную руку. Вот так вот давим сюда. Делаем тоже так 5-7 секунд. Потом расслабляем. Как это выглядит еще раз? Больную руку с больным плечом вложим на здоровое плечо. Сначала берем здоровой рукой и тянем вверх. После чего давим локтем вниз. Расслабляем. Таких циклов выполняем 5-7 раз. Переходим ко второму упражнению. Делаем следующее. За спиной вот больная рука и хватаем ее здоровой. Вот так. Теперь мы будем выполнять следующее. Сначала мы больной рукой больную руку тянем в сторону. В моем случае это вправо. А здоровой рукой удерживаем больную руку. Вот так. Следующий этап упражнения наоборот. Мы здоровой рукой тянем в эту сторону больную руку. Вот так. То есть мы за спиной делаем такое движение. Сразу тянем сюда 5-7 секунд. Потом тянем в другую сторону 5-7 секунд. Делаем это до легкого натяжения. И если есть легкая боль, старайтесь расслабить руку. Если боль острая, резкая, то надо не так сильно тянуть. То есть старайтесь делать очень легко, очень плавно, очень медленно. Смысл этих упражнений. Растянуть все вот эти мышцы и суставы для того, чтобы улучшить подвижность. И после этого, чтобы мы могли свое плечо, скажем так, расслабить. Выполняем это упражнение 5 раз. И переходим к третьему упражнению. Руки на пояс. И просто делаем движение плечами. Вперед-назад. Держим 5-7 секунд. Вперед-назад и расслабили. Выполняем третье упражнение тоже 5 раз. В четвертом упражнении, как вы уже, наверное, догадались, мы будем отводить плечи назад. Тоже задерживаем на 5-7 секунд и выполняем упражнение 5 раз. Вот таким вот образом. Пятое упражнение. Это упражнение выполняется за столом. Ложим больную руку на стол. Здоровой. Ложим на плечо больную. И плечом давим вверх. А здоровой рукой не пускаем. Вот туда. Придерживаем. Создаем сопротивление. Похоже, как было в предыдущем упражнении. Тоже держим 5-7 раз. Вот таким вот образом. Расслабляем руку. И потом делаем вот таких 5-7 раз движений здоровой рукой на больное плечо. Чтобы улучшить подвижность. Вот таким вот образом. Потом снова давим плечом на руку вверх. 5-7 секунд. И 5-7 раз движений. Снова давим вверх. И вниз. Когда мы давим вниз, плальная рука расставлена. Мы давим очень аккуратно. Я выполнил это упражнение 3 раза. Его можно выполнять 3-5, максимум 6 раз. Шестое упражнение выполняется из этого же положения. И оно похоже на пятое. Только в пятом мы давили вверх и вниз. А в шестом мы давим вперед 5 секунд. И такие же плавные движения назад. Очень мягко и аккуратно все выполняем. Делаем это упражнение тоже 5 раз. Переходим к седьмому упражнению. Оно выполняется стоя. Вот таким вот образом. Как бы расставляем руки и выдвигаем грудь вперед. И опустили. Снова выдвигаем грудь вперед, плечи назад. Руки обязательно разводим вот таким вот движением в сторону. Держим 5-7 секунд и отпускаем. Руки разводим в сторону. Выдвигаем грудь вперед. И отпускаем. Упражнение выполняется 3-5 раз. И финальное упражнение. Итак, переходим к финальному упражнению. К расслаблению. Здоровой рукой упираемся на стул или стол. И больную руку просто бросаем. Сначала просто бросаем ее. Она болтается. А потом можно поплыть. В одну сторону. 10 раз. Можно 15. И в другую сторону. При этом наша задача, чтобы крючок и рука расслабились. Можно просто бросить, пусть стекает. Это упражнение выполняется. Сначала рука висит 15-20 секунд. И потом 15-20 секунд мы ее можем покрутить, расслабить в одну сторону. И прямо чувствую, как стекает рука, стекает напряжение и рука расслабляется. Благодарю вас за ваше внимание. Пробуйте эти упражнения. Также, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И оставайтесь здоровыми. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.